Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 26 апреля. Я начинаю заканчивать вот эту грядку, начинаю досаживать, короче, вторая серия высадки. И сейчас расскажу вам, если здесь я высадила вот те маленькие такие всякие, вот я говорила, бета, которая неизвестная, чудо-лентяя там, неизвестно, что с него будет, может это пересорт, может это что, тут клушку, ну короче, такие, от которых сильно больших и крупных спелых плодов, ой, вкусных плодов я не жду, как типа на ранний урожай для раннего, то вторую часть грядки, мне просто жалко вот это место, то, что я буду сейчас упаковывать, то, что я буду хлопотать, а потом одни скороспелки небольшие получу. Нет, я решила вторую грядку все-таки вынести с консервации, часть томатов, которые у меня на консервации в полной темноте стоят и в холоде из бани, и вторую часть я высажу крупноплодными, такими, ну настоящими томатами, но нашими сибирскими. Это вот рубиновый кубок будет здесь, золотые купола, ну там какие сейчас подберу, какие уже начали цвести, те высажу. Еще раз говорю, что я вот эту вот, которую балаганчик-то чудо-теплицу заказала в агрономе, ее привезут, наверное, только завтра или послезавтра, так что эти будут у меня пока под моими самодельными маленькими дужками. Сейчас я вскопаю, те вытащу, буду рассаживать, и потом в конце я покажу вам все-таки, как я буду делать укрытие, потому что сегодняшняя ночь будет холодно, 7 градусов, и если я говорила, что те холодостойкие малыши, штамбики я не буду закрывать, то эти, которые уже как бы относятся вроде как и к элите, вот эти, которые крупноплодные, к ним я отношусь более бережно, потому что они не заявлены, как сильно холодостойкие, они уже нормальные томаты, они потребуют укрытия. Все также очень подробно, пошагово, вам расскажу и про пленки, и про укрытия, и про все. Томаты я вытащила с консервации, те, которые стояли в полной темноте и в холоде, ну в холоде там 12-14 было. Не очень сильно они изменились, я почему-то ожидала, что они должны быть более бледные, нет, они не сильно бледные, я думаю, что они этой сейчас высадке будут рады, хотя бы солнышко. Так как погода непредсказуемая, сегодня передавали дождь, опять весь грунт не копаю, вот часть сейчас скопала, его обслужу сначала, засажу, потом уже буду дальше копать, чтобы не было так, что скопать успела, а посадить нет. Вот томаты, сейчас буду высаживать, которые почти неделю были в консервации, как я говорила, полностью в темноте и в прохладном, ну там 12-13. Никакого изменения температурного у них не будет, потому что у нас сейчас на улице так же 12-13, как в том холодном помещении. Это когда было жарко 30, казалось, что они сидят в холоде. Сейчас это для нас нормальная температура. Вот осмотрев их, я увидела, что некоторые немножко просохли, нужно было бы их сегодня полить, сейчас остатки полью. Ну, вообще очень хорошо развитая корневая система, я думаю, что этот недельный там простой, сильно на них не скажется, но мне самой хочется за ними понаблюдать, как они потом такой результат дадут. Все-таки для них же это стресс, просидеть неделю в темноте и в холоде. Сейчас хотя бы они дорвутся до солнца, мне кажется, они наоборот, испытав такой стресс и попав в лучшие условия, они должны рвануть вперед. Но это только наблюдение дальнейшее, можно сделать потом вывод. Но тут я хочу заметить, что не очень хорошо я сделала, что сменила тип томатов. Я вот говорила, что перед этим у меня там штамбовые, низкорослые, а теперь у меня уже совсем другие. Поменяв томаты на сорта с другими характеристиками, мне пришлось теперь и ширину шага делать больше, теперь я уже через 45 сантиметров отступаю. И по идее для таких томатов она и грядочка должна была быть чуть-чуть пошире. Но так как я поставлена в такие условия, что вот у меня есть такая грядка, я буду высаживать так. А вообще лучше всего грядки делать однородные. Если уж детерминатные, низкорослые вы начали высаживать, должен быть весь ряд такой, а другую грядку тогда все крупноплодные, потому что, как вы понимаете, схема посадки сразу меняется. Кто смотрел вчерашнее видео, некоторые спросили ширину грядки. Я забыла сказать, вот эта ширина 80 сантиметров. Когда я готовлю грядку под тоннели для выращивания рассады в холодных климатических условиях, я делаю метр. Почему метр? Потому что 10 сантиметров с каждого края у меня остаются свободные, не высаженные, чтобы вот эта пленка и дуги были немножко подальше от растений, потому что обмораживаются обычно крайние, и если близко сделать, то будет очень холодно. И еще один нюанс. Так как у меня здесь уже они на постоянном месте, именно с большим расстоянием, тут будет их мало. А когда я выращиваю рассаду в тоннелях для подращивания, вот на такую грядку метр шириной и 9 метров в длину, она вот так идет до конца теплицы, и чуть-чуть там еще дальше, входит 1500 сеянцев. Там, конечно, совсем другая схема, там они чаще, через 8-10 сантиметров, и между рядками 8-10 сантиметров, и в рядке между рассадой 8-10 сантиметров, этого расстояния достаточно, чтобы они в течение месяца растолстели, окрепли, подросли, но не мешали друг другу. И она в конце концов получается, сейчас скажу какая, ну примерно, примерно вот такая, чуть посильнее, побольше и потолще. Это же выращивалось там у меня, ну как, в нехороших условиях, а та, которая на улице, она будет толще, у нее лист будет крупнее, и она будет с цветочными кисточками уже к концу мая. Здесь же у меня, ну так, всякие остаточки, а когда высаживаешь равномерные, и, ну ту, которую специально для выращивания на улице, она получается очень качественная. Вот я начала уже ставить дуги, подходит к концу мой рабочий день, и мои, видите, рассортировка, очень много времени уходит на рассортировку. А у нас сегодня ветреная погода, чтобы они не падали, не ломались, я их сразу ложу, лежа, потому что они все равно, если их оставишь стоя, ветер сдует, я вот по сортам ложу, вот один сорт, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и вот эта рассортировка, конечно, очень много времени теряю я, тем более одна, подай принеси, нет никого сегодня, в одиночку вообще сложно, за каждой мелочью, за каждой баклушкой воды надо бежать. Все, я сейчас дуги поставлю, приготовлю, натягивать вот эту, которую пленку, но сегодня я, конечно, не закапывать ничего не буду, потому что у нас погода неплохая, вот сейчас выглянуло солнышко, где-то 12-13 градусов, вечером будет, ночью 7-8, достаточно один укровной материал, если будет дальше похолодание, то я сверху накину еще пленку. Ну все, я сейчас доработаю до конца, и тогда про укрытие расскажу. С большим трудом запихала дуги в землю, это для меня самое сложное, толстые дуги пластмассовые плохо толкаются, сначала железные, делаю дырочку, все мужское население сидит на крыше теплицы, новой, обшивают этим, ну, поликарбонатом, срывать их неохота, и вот для меня сегодня самый трудоемкий процесс, это дуги впихивала, сейчас буду накрывать. Видите, у меня одна железная, одна пластмассовая, одна железная, одна пластмассовая. Конечно, это делается все из экономии, была бы, если бы возможность, сделала бы все железные, но пластмассовые, они намного дешевле, но так как сейчас будет тепло днем, жарко, пластмассовые, они сразу накаляются, теряют форму, и начинают и провисать, и деформироваться, я их не люблю, если честно, но из большой нужды иногда использую. Так как ночь сегодня теплая, я укрыла только вот одним, не тканом укрывным, но он не тонкий такой, плотненький, все равно это укрытие временное, я здесь поребриком из той стороны придавила, и чтобы ветер не срывал вот так снаружи еще, вот этими зажимами, дугами. Но это самый легкий вариант, это все временно, просто завтра я буду открывать, я буду туда опять ставить квартирантов, подселенцев, так же как в теплицу на растолщение, только если я в теплицу ставила такие сорта, ну как высокорослые, интерминантные, всякие крупноплодные, а здесь будут у меня закаляться, и на разжирении стоять те сорта, которые для открытого грунта, такие как петруша, демидов, настенька, низкорослые, короче, которые могут вот при такой температуре проходить вот это вот подращивание. Все.